Это лайф на ваших экранах. Инфляция продолжается, так что с решением жилищного вопроса лучше не тянуть. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом. Глава государства призвал россиян не ждать снижения ипотечной ставки до 11% годовых. Греф согласился с российским лидером, однако подчеркнул, что в следующем году уровень ипотечного кредитования может стать даже ниже 11%. А это значит, что госсубсидии сыграли свою роль и уже сейчас видно оживление на рынке потребительского кредитования. Но и здесь не без подводных камней. Если ипотека станет дешевле, то жилье, напротив, вырастет в цене. По словам экспертов, ждать действительно не стоит, главное не переоценить свои финансовые возможности. Идем ниже прошлого годовских субсидий. Инфляция хороша тогда, при покупке жилья, когда вы гарантированно обеспечены повышением зарплаты, когда вам индексируется зарплата пропорционально росту цен. А если этого не происходит, то очень возможно, что вы большую часть своей зарплаты должны будете тратить, грубо говоря, на хлеб. Сейчас у нас стоимость недвижимости, она, конечно, несколько снизилась, но все равно она не соответствует среднему уровню доходов населения. И это, я считаю, одно из самых главных препятствий, почему у нас жилье остается до сих пор недоступным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА